ДЕКО Пресс оказывает давление в 40 тонн, сдавливая и сгибая листы соответственно пресс-форме. Лишний клей стекает по бокам, образуя из пяти ДЕК единое целое. Позже их разделяют. Через три часа блок вынимают. Теперь в нем сверлят два комплекта отверстий. На них установят передние и задние траки вращающейся оси, позволяющие скейтборду поворачиваться. Теперь пора придать прямоугольному блоку форму скейтборда. Шаблон выбирается в соответствии с общепринятой конфигурацией изготавливаемой модели. Снизу имеются штифты, которые аккуратно крепятся в недавно просверленных отверстиях для подвесок. Это удерживает шаблон в неподвижности, пока они делают то, что называется грубой обрезкой, то есть подрезают вокруг него, оставляя полоску в два с половиной сантиметра. При отрезании излишков пять ДЕК разделяются. Теперь каждый индивидуально придают форму. На этот раз благодаря точному шаблону и фрезе ДЕК приобретает законченный вид. Сейчас с помощью специальной фрезы закругляют верхние и нижние края. Затем на барабанном шлифовальном станке шлифуют все поверхности. Далее следует полировальный станок, в котором используется набор щеток и шкурок для удаления всех грубых волокон дерева. Теперь доска совершенно гладкая. Далее наступает черед цеха чистовой обработки, где рабочие обрызгивают ДЕКи бесцветной грунтовкой. Таким образом закроются поры в фанере, а слой лака, которым ее затем покроют, не впитается. Грунтовка сохнет два часа. Затем разбрызгивают слой прозрачного или цветного лака. Получается защитная, очень блестящая окончательная отделка. Лак также высыхает в течение двух часов. Последним этапом отделочного процесса является нанесение украшения. Дерзкие яркие рисунки отпечатаны на пластиковых листах. Завод по изготовлению скейтбордов или покупает их готовыми, или производит у себя на трафаретном оборудовании. Рабочие помещают в центре лист с рисунком, затем пропускают доску между валиками станка, который одновременно нагревает и придавливает лист. Нагрев в 200 градусов Цельсия вызывает химическую реакцию, в результате которой краска и лак смешиваются. Когда снимают пластик, то доска готова. Скейтборды такого размера продаются в разобранном виде в специализированных магазинах. Они предназначены для серьезных рейдеров, которые хотят привезти окончательную отделку на заказ. Они ищут и выбирают то, что им нужно, из различных типов траков, роликов, подшипников, даже болтов, которые все скрепляют. Все эти факторы определяют, как быстро или насколько причудливо будет катиться и маневрировать их скейтборд.